Слушай, Смоки, мне кажется, нам с этими проблемами вдвоем не справиться. Да, ведь все так хорошо начиналось. Мы заперты в этой пещере уже несколько недель. У нас кончается еда, и я просто не знаю, что с этим делать. Мы не можем из нее выйти. С одной стороны, это громадная деревня, с другой эти мафиози итальянские. Мы и так уже много заплатили. Все, что нам остается, это просто ждать. Нет, так дело не пойдет. Мне нужен телефон. Я попытаюсь дозвониться до него. Алло, Смоки? Ну, наконец-то. Я слышал, ты стал наемником. Нам срочно нужна твоя помощь. Что там у тебя стряслось? Говорю сразу, дело будет непростым. Мы живем в самом опасном районе. Между деревней итальянской мафии и... Самым ужасным альянсом. Все, Смоки, успокойся, пиши координаты. Да, чем сложнее миссия, тем интереснее ее выполнять. Ну что, пора отправляться на славную охоту? Хе, глянем на что они способны. Он еще их как-то так пафосно назвал, что я даже не запомнил, как их там. ПОЖИРАТЕЛИ КЛАНОВ Я уверен, что этот ролик вас погрузит в атмосфернейшее соло-выживание. И если вам нравится похождение наемника, то обязательно ставьте свой лайк. Немного времени спустя. В любой вылазке важно одно, это правильная подготовка. Чтобы стать профессионалом, я 10 лет тренировал каждую мышцу своего тела. Изучал тактики ведения боя и обороны. Провел тысячи часов за изнурительными тренировками. Чтобы называть себя настоящим наемником и получать самые жирные заказы, набивая кармашки голдой. Хотя я, конечно, мог бы пройти курсы, стать айтишником за год и получать хорошую зарплату. Еще и полный комплект бонусов. Но я просто не смог определиться с направлением. Если проблема вам знакома, прямо сейчас подавайте заявку на уникальный курс IT-специалист с нуля от онлайн школы SkillFactory. Что делает этот курс уникальным? Он дает возможность попробовать 9 направлений IT, включая веб-разработку, дата-сайенс, мобильную разработку и другие. Это не просто теория. Вы получаете реальный опыт в каждом направлении, чтобы выбрать, что вам ближе. Обучение полностью построено на практике. Уже во время курса вы будете работать над реальными проектами от крупных компаний и сформируете портфолио для работодателей. Всего с 10 месяца обучения вы сможете претендовать на позицию джуниор-специалиста. Кстати, карьерный центр SkillFactory поможет с подготовкой к собеседованиям и трудоустройствам. Ведь если работу после обучения найти не получится, школа возвращает деньги. Все официально и прописано в договоре. Не рискуйте своим будущим. Оставляйте заявку на курс по ссылке в описании или QR-коду. Только не забывайте про промокод CHEESE, который даст скидку в 45%. И начинайте осваивать востребованную профессию. Ведь SkillFactory учит тех, кого берут на работу. Это долгая история началась с того, что мне написал мой старый добрый друг Смолки. И рассказал о том, что на сервере, где он выживает, бушуют огромные кланы, которые не дают ему спокойно жить. Большой токсичный зерк убивает маленькие группы, сидят на крыше 24 на 7 и рейдят, застраивая металлическими шкафами. Они рейдили нас уже 25 раз. И как только я оказался на этом сервере, я сразу же в этом убедился. Заспавнился в чужом доме, так сказать. Интересно, как быстро я сдохну здесь от Урали? Ау! Тут открывашки стоят! Но на данный момент я знал только одну информацию, что они живут возле сферы. Именно туда я и держу свой начальный путь. Сейчас посмотрим, кто тут живет. Перекати полигоне с неба ветерок, все переплетено, но не предопределено. Я добежал до пункта назначения и заметил здесь громадную территорию. Скорее всего, Смолки говорил о них. Я, конечно, не эксперт, но то, что у меня тут рис фпс, это вообще не очень хорошо. Как же у меня лагает здесь. Конечно же, для начала я решил полностью осмотреть эту территорию и найти у них слабые места. Тут турелев. Понял. И именно в этот момент я знакомлюсь с первыми их жителями. Старче. Короче, мне нужен домик возле них. У них столько много домов и им все мало, они новые строят. Они сумасшедшие. Блин, а как эти турели разбивать двойные? Благодаря биноклю я смог получить важную для меня информацию и найти слабое место. Кстати, по-моему, вот эта территория конкретно без турелей. Мне кажется, что-то с этим я могу сделать. Теперь мне нужно было построиться неподалеку от них. Конечно, у меня было много вопросов, но одно я знал точно, что если меня попросили о помощи, то это дело очень серьезное. Там ящики стоят. А, я вижу турели. Короче, мне нужен первый верстак и лестница. Тут какие-то сумасшедшие играют просто. Они даже огородили полностью мусорку. Естественно, я был не единственным, кто хотел переработаться на этой свалке. И именно здесь с таким же бомжиком у меня произошел очень серьезный разговор. Иди отсюда. Уйди, говорю. Не подходи ко мне. Сама и дом. Не подходи ко мне. А ты ко мне не подходи. Это ты ко мне не подходи. Ну пожалуйста. Помни, я больше так не буду. Хорошо. Я уже был на полпути к тому, чтобы проворачивать свои грязные делишки. Мне осталось всего лишь поставить свой домик. Ну вот и плюс домик. Теперь интересный вопрос. Как мне туда запрыгнуть так, чтобы я не попал на колючку, с которой я не смогу вылезти? Теперь мне нужна была блочка. Челик с помпом, кстати, тоже бы пригодился. Я вижу убийцу. Маловероятно, что отсюда можно попасть. Бам! Человек-морковка убегает. Какие злые руфт-кемперы здесь живут. У меня план простой. Я сейчас нафармлю немного дерева, построю пристройку и буду разбивать турели. Мне кажется, я нашел волшебное место. Отлично. Отлично. Ну вот и все. Фиг меня, кто тут найдет. Я в домике. Бум! Готово. Лежать. За кабанчика и двор стреляю в упор. Мне не хватает одной веревки. Перерабатываться лените. А вот теперь вопрос, могу ли я залезть к ним на территорию или нет. Но все же, у них оставалась последняя турелька, которая мне мешала. Пока, турелька. А вот теперь вопрос, если я туда падаю, я смогу отсюда выбраться или нет. Не, мне не хватит хп. Теперь мне нужно было решать этот вопрос и добыть немного ткани. А лучший способ вы уже знаете. Это фармить фармеров. Ну шо ты, лысый, плаки-плаки? Или нормалдаки? Лысый плаки-плаки. Лысый не нормалдаки. Но почему? Эта игра может быть жестокой. А мне может так одиноко. Фармить эти сраные веревки. Все, надо дождаться утра, потому что ночью здесь делать нечего. Да блин, тут еще одна. Наконец-то. Больше вроде нет турелей. О-о-о-о-о. О-о-о-о. Хорошо. Но тут, как вы понимаете, не все так просто. Как только я добрался до ящиков, появился владелец территории. Мне сейчас важно не привлекать внимания. Тут чё успит? Дедушка. Я, конечно, не эксперт, но оставлять деда спать на улице — это совсем какое-то кощунство. Здесь явно живут недобрые люди. Теперь как мне отсюда уйти? Короче, это... Это всё будет фу-дерево. Короче говоря, я смог забить полностью кармашки деревом и поставить на крафт 80 шкафов. Только вот в чём вопрос, как мне отсюда выбраться теперь? А они в онлайн заходят, эти типы. Так как лестницы у меня не было, мне пришлось выбираться отсюда по старинке. Ведь выход здесь был только один. Барик тут один, и мне нужна лестница. Ну вот где-то здесь я и построю домик. Тут челик по этой ферме бегает. Вначале я думал, что всё, что отсюда я смогу вытащить, это будет дерево. Но я очень сильно ошибался. О-о-о-о-о-о-о Где мой дом? Я не зря долбил эти четыре турели Наконец-то Но мне теперь нужен дом нормальный Иначе меня прорейдят за две секунды Было очевидно, что после пропажи такого количества лута Они захотят найти того, кто его украл Поэтому сейчас мне нужно было быстренько нафармить камушка. Чувак, там на маяке тип. Иди его байте. Что? Говорю, на маяке тип, видишь? Вот его иди байте. Офигеть, тут злые типы. Надо обратно бежать, я знаю, откуда этот тип пришел. Хорошо, что с оружием у меня проблем не было. А этот калашик мне бы не помешал. Давай, кабан, заруинь мне все, давай. Кабан, ты издеваешься надо мной? Ты решил опять ко мне прийти? Кабан, уйди, пожалуйста. Кабан, уйди! Не хрюкай мне тут. После того, как мы договорились с кабанчиком, он все-таки меня отпустил и дал провернуть мой план перехвата. Калашист уже тут. Ну ты доигрался, молодой человек. Ого, нафиг. Ого, что это происходит? Он с пулеметом вышел. Он сейчас пойдет за мной, этот чел. Он что, не пошел за мной? Короче, я домой. Что эти бомжи-пусы себе позволяют? Мне нужен еще ящик. Ой, гантрап, кровать! Страшно то, что я живу возле этих ребят прям впритык. И что у меня появился в онлайне сосед. С МВК-дверью. Спустя мгновение мой бур у меня отнимают. Но я был не готов к такой потере. Походу я нашел, где они живут. Да. Чит. А вот и мой бур на базу. Фуф, не слил бур и это главное. Прежде чем браться за это серьезнейшее дело, мне нужно было укрепить защиту своего домика, ведь в этом лесу меня могли выселить в любой момент. О блин, кто-то возле меня бензопилой дерево фармит. Я надеюсь они не найдут мой дом. Я пока что не готов с ними драться. Они все ближе и ближе к моему домику. Фарми фарми, мне дерево уже не нужно. А вот и тот самый фармила побежал. А потом я и вовсе услышал взрывы ракет. И тут я подумал, что рейдят как раз те, кто мне и нужен. Ведь об этом мне и говорил Смоуки, что они рейдят всех в округе. Блин, зажигательные, конечно, это кринж. Лежать. Проследив немного за этой группировкой калашистов, я увидел, что здесь началось масштабное сражение. И я решил вписаться. Я не знаю, как отсюда уходить, знаю, я вижу, где он. Я ухожу. Только не в голову, пожалуйста. Как бы я не пытался всеми силами отсюда убежать, этих ребят было слишком много. Но зато сейчас у меня появилось представление, с кем я имею дело. Кажется, я куда-то опаздываю. Опять взрывы в той же самой стороне. И хоть я понимал, что этих ребят будет там много, но никто не отменял того, что я могу там что-то провернуть. Они на тачке приехали. Они на двух тачках приехали. Что? Все, гг. Тут рейды калашиста, а я с типами на камнях дерусь. Вот за что я люблю раст. Один готов. Еще один калаш тут нашел, а я домой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вы как хотите, а я пошел отсюда. В принципе, неплохо живу в домике, где всего две металлдыри. Мне нравится. Как будто после того, как они слили рейд, они не захотят рейдить домики вокруг. Но сейчас было абсолютно непонятно, слили они рейд или нет. Ведь здесь дом был полностью продырявлен. Та успокойся, дай мне посмотреть, что там нет. Я посмотрю. Я посмотрю. Только посмотрю. Че один или ты с той пачки, которая рейдила? Та ну нафиг. Вот так будешь знать, как убивать бомжей. Очередной раз я спавню здесь на спальнике и выхожу отсюда с огромным количеством лута. Забавный челик. Так еще и в придачу забираю их броневичок, который им, очевидно, уже был явно не нужен. Так, надо аккуратненько ехать. Я думаю, им машина уже не нужна. И только я планировал доехать на ней на свалку, чтобы ее там починить и поставить на нее замок, как вдруг я попадаю в засаду. Но самое забавное, что машина отказывалась заводиться, потому что этот чувак с булавой просто разбил двигатель. И теперь мне не оставалось ничего, кроме как сражаться с ними до конца. Да, снова имя профиля. Однозначно этот парень начал напрягать меня все больше. Эта группировка перешла дорогу наемнику. И я знал, что когда-нибудь я сюда еще вернусь. Но вначале мне нужно было облутать все свои остатки. И заняться более насущными делами. Ведь в домике мне нужно было поставить хотя бы второй верстак. Ну и конечно же мне самую малость надо было укрепить свое убежище. Ведь я был в эпицентре всех событий. Ну вот каменный домик. Мне бы чуть-чуть МВК найти где-то. По-моему после того, как они рейд слили, они просто ливнули. А может быть мне кажется. Нет, на крыше один ходит. А у них еще одна тачка осталась. С мыслями, что мне нужно МВК и скраб, я отправляюсь на сферу. Ведь там можно было проще простого все это налутать. Но сейчас я даже и не представлял куда же меня доведет эта авантюра. Че ты тут забыл? Ты кто вообще такой? Лапша. О, так нифига себе у тебя что есть. Так вот. Просидел я тут около 10 минут набивая плотно кармашки. Как вдруг появляется неподалеку от меня вертолет. И честно говоря, то что произойдет дальше в этой игре я встречаю впервые. В него даже никто ни разу не стрельнул. Что? Такое бывает? Что это нафиг? Ну меня тут сотрут. Я блин лутался здесь не чтобы сраный вертолет ко мне прилетел и разбился. Это такая жесть. А у меня патронов еще нет. Уже через пару минут я услышал как стадо калашистов бежит в эту сторону. А давать честно нажитые компоненты я не собирался. Мне нужно было что-то выдумывать. Один ко мне поднимается. В такой момент очень важно запастись терпением. Ведь одна твоя ошибка может стоить тебе всех ресурсов. И понимая то, что здесь начинается какая-то крепкая заруба между кланами и деревней, я начинаю следить за ситуацией. Ведь кто-то из них сто процентов совершил бы ошибку и попал бы в лапы дракона. С каждой секундой замесы отдалялись все дальше и дальше. И это был мой шанс свалить отсюда. Вот теперь момент истины. Два белых сета, если они меня увидят я умру. Спускаться по лестнице времени не было. Да и тем более там были калашисты. Я решил рискнуть и спуститься по трубе. Верт уже забрали. Там мне ловить как бы уже нечего. Просто без единой царапины спрыгнул с высоты и убежал. Очередной мой заход на сферу и очередной раз я выбиваю порцию калашей с этой деревни. Если бы Смолки знал чем я тут промышляю, он был бы явно доволен. Я дома. Я короче думаю мне нужен новый дом. С каждой минутой в моих ящиках становилось все меньше места. А я все ближе был к своей задумке. Так. Это мы все перерабатываем. Что тут происходит? Тут кланы просто взбесились мне кажется. Каждые две минуты где-то ракеты взрываются. Я не понимаю что тут взрывается. Что они рейдят. Что они вообще делают здесь. Но как только я увидел этого калашиста все становится на свои места. Я уже примерно понимал что происходит на этом острове. Но так как я был нанят чтобы доставать эту деревню, отпустить этого залутанного челика я не мог. Куда он делся? Ой. Лопнул парень. Вызывайте нового. Что-то по моему клановые игроки немножко разбушевались. В Termini Ветер Он чё, сам себя взорвал? Да уж. Некоторые парни настолько меня боялись, что просто при виде меня взрывали себя гранатами. Странные ребята. Мммм. Так, ну в теории я должен услышать, если ко мне кто-то будет подбегать. Попал в меня жулик. Я думаю, надо уходить. Как бы меня не пытались они зажать, я всё-таки был опытным наёмником, и убежать с таких ситуаций было проще некуда. Блин, страшно с таким лутом идти домой. Диса это челик с деревни. Они что-то хотят, они что-то ищут. И я был прав. Эти ребята пытались меня найти любой ценой, но я убежал оттуда словно ниндзя. Они рейдят вообще всех в округе. Я думаю, печки надо в доме вырубать у меня. И крафтить третий верстак. Скрапа у меня было достаточно, чтобы поставить третий верстак на крафт и изучить гаражку для укрепления защиты. Нормальный заход. Мне понравился. Осталось сделать так, чтобы мой дом сейчас не зарейдили. Мне кажется, сегодняшнюю ночь мой домик точно не переживёт. Именно поэтому все ресурсы я вкладывал в укрепление защиты. Мне было не страшно потерять ресурсы, которые у меня есть. Мне нужно было сделать так, чтобы потеряли ресурсы те, кто будет меня рейдить. Ну а сейчас важная информация. Специально для вас компания Digital Razor выслала вкусные подарки. И сейчас я вам покажу, что в этой коробке. Это игровой кастомизированный ПК в стиле игры Rust, который кто-то сможет забрать себе. И всё, что вам для этого нужно, это зайти в Telegram. Кстати говоря, помимо него там будут подарки ещё в виде ковриков и тематических постеров. Так что принимайте участие. Компания Digital Razor на рынке уже больше 9 лет предоставляет услуги по сборке и продаже игровых компьютеров. Агрессивный дизайн, уникальная стилистика и качественные компоненты. Основа при формировании предложения. Каждая система подбирается индивидуально. Для этого на сайте реализован конфигуратор игрового компьютера. Выбери своему ПК уникальный внешний вид. Это придаст ему стиль и характер. Перед отправкой они тестируют систему, чтобы в дальнейшем ты играл без просадок FPS. Кстати говоря, отправляют они по всей России. А их поддержка отвечает в любой день, включая выходные. А самое вкусное, это гарантия до 36 месяцев. Ссылка на них я тоже оставлю в описании. И не забывайте участвовать в розыгрыше. Я думаю, что самое время перезайти на сервер и сменить ник. Но перед тем, как этим заниматься, я решил посмотреть, как поживает моя машинка. И я увидел то, что она находится на горе. Скорее всего, имя профиля припарковал ее возле своего дома. Я у них в тачке могу появиться. А-а-а, это они этих челиков зарейдили. Ну вот и все. Ну вот и доигрались, получается, да? Имя профиля, получается, все. На самом деле, я сам хотел их зарейдить в будущем. Но судя по тому, что это сделали за меня, я был очень доволен. Ведь теперь меня никто не будет отвлекать от моего главного дела. Что, пацаны, все, что ли? Плаки-плаки? А пацаны, походу, все. Плаки-плаки. Ну, ребята, конечно, не церемонятся со своими противниками. Как только находят их дом, сразу идут на рейд. Это, кстати, может сыграть с ними злую шутку. Ммм, кстати. Кстати-кстати. А звучит, по-моему, очень даже аппетитненько, если здесь построится. Надо застолбить это место. 56 хп. Ну, это сейчас прогниет быстренько. Ну, или я выдолблю. Чтобы эту скалу быстренько застроить, я решил избавиться от ненужной мне дверки. А еще мне было интересно, что за соседи живут возле меня. Ведь от них было ни слуха, ни духу. Хотя они были постоянно в онлайне. О, у него тут третий верстак стоит. Ребят, вы дома? Привет. Привет. А вы что, с той деревней большой? А то вы тут живете, вас не рейдят. Мы Альянс. Ага. Я просто тут мимо пробегал, думал, нифига себе, тут люди живут. Поговорив с ними, я выяснил то, что они находятся в Альянсе с этой деревней. И что, после того, как я сменю свой ник, они вряд ли догадываются, кто я есть на самом деле. А это открывало новые пути для моих грязных делишек. Тогда, если можешь, выйди с пачки, я тебя в тему добавлю сразу. А я даже не в пачке, я только зашел на сервер. Ну, я понял. Это, правда, видишь, ты, 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 типа, на G7, это вот наши кем-то. Постройство, ты можешь прямо, че, вот, ну, прямо вот тут. Я могу чего-нибудь вынести, пол ящика дерева. Ой, пол ящика камня и дерево могу сделать. Да не, я думаю, че мне, пофармить не составит труда. Эти два парня были отличным способом узнать у них информацию об этой деревне получше. А кто вообще там живет за этой, за этим забором? Нормальные ребята или нет? Которые на G7 мешают? Да, да. А то там такая база. Там, ну, да, типа, мы когда вот только сюда переехали, мы их даже не знали, мы на крафт, на все средства сочели, потому что бахать не нас убили, типа, сочели у нас, типа, выбахали. Мы сказали, что это мы, да? И они нам дали сочели и даже помогли добахать, потому что нам не хватили. И так нам не хватило. Это все звучало так, будто бы в этой деревне живут не совсем плохие парни. Но тогда зачем они убивают Смоуки и почему они ему мешают? Ведь он тоже не играет огромной группой. Он обычный игрок. Все эти вопросы не давали мне покоя. И ответить на них мне мог только сам Смоуки. Но его сейчас не было в онлайне. И тогда я начал бегать по их территории в попытке узнать о них получше. Да и теперь, когда мои ребята подтвердили то, что я нахожусь у них в зеленке, я мог выведать у них еще немного информации. Я же рассказывал историю, как мы жили на Р-26, и нас 40 человек пришло рейдить. И он позвал сюда переехать. Мы к нему переехали. А мы жили на Р-26, там, МВК-карик держали. Как оказалось, в пустыне жила огромная группировка из 40 человек, которые выселяли всех на своем пути. Теперь я понимал, что из себя представляет эта деревня. Это сборник игроков, которые были зарейжены тем кланом. И сейчас доставать их пока что у меня не было никакого смысла и резона. Ведь мне нужно было построить домик в скале. Да и мне хотелось дождаться, когда же зайдет Смоуки в игру. Короче говоря, я просто решил тратить время на то, чтобы перестроить домик. Ведь время уже было позднее, да и я собирался идти спать. Скала, скала, ту-ту-ру-ту. Что-то мне не нравится то, что возле меня машина пролетела. Короче говоря, эти двое стали работать на меня. Через них я узнавал все, что мне было нужно. Я знал, чем занимаются деревенские жители и знал, какие у них цели. Я скажу, главное, чтобы они не что-то не рейдят тебя. А кроме них, даже в этом районе больше не рейдят. Но вот с этого момента начинается очень много интересных поворотов. Осмотрев немного территорию, я понял, о каком клане идет речь. Скорее всего, деревня готовила набег на эту огромную махину, которая находилась в зиме. Но в это же время, в моем лесу частенько начали бегать калашисты в топ-сетах. Очень недобрый парень. Но тем не менее, я решил подготовиться к выходу и улучшил бункер, застроив все свои пушки там. Я целый день находился здесь, и никто возле меня даже не пробегал. Да и все, чего я хотел, это наконец-то отправиться спать после такого тяжелого дня. И укрепив защиту своей скалы, я выхожу из игры. И именно в этот день, почему-то я не смог уснуть. Чуйка мне подсказывала, что что-то здесь нечисто. Уж больно странно сложились эти пазлы. Спустя час, я возвращаюсь в игру. И как только я просыпаюсь, я слышу, что по моей скале кто-то бегает. Судя по их экипировке, это были деревенские жители. И я даже не представлял, что они тут делают. Ух ты. А меня-то за что? Сейчас я был довольно не в простой ситуации, ведь у меня была всего одна пушка, которая находилась не в бункере. И вокруг меня было как минимум 10 человек. Тут вообще без шансов что-то сделать. Хорошо, что я сюда ничего не перенес. Хорошо, что я сюда ничего не перенес. Все, что мне оставалось делать, так это просто смотреть, как они дорейживают мою скалу, в надежде, что мою нычку никто не найдет. И именно сейчас я слышу звуки взрывов как раз-таки в стороне моего дома. А не мой второй дом рейдят? А у меня все пушки где? Правильно, в бункере. А мне просто даже нечем починиться, офигеть. Я думаю, вы уже понимаете, в какой ситуации я оказался. Перед тем, как выходить, я закинул все свои ресурсы в бункер. А доставать их оттуда приходится только через скил. И сейчас на это времени абсолютно не было. Тем более, там на спалке было КД. Офигеть, мне просто нечем застраиваться. Даже киянки нет. Выходи, выходи, пудрый трус. Не выйду. Я маме твоей все расскажу. Ты больше, человек, собери, чтобы рейдить соло кибитку. Всю свою деревню собери. Рейдите до конца уже. Меня так просто не найти. Вы там 50 человек позовите, чтобы кибитку в оффлайне рейдить. Блядь. Так мы откуда знали, что это ты? Мы вокруг всегда хаты убираем. На хуй нам противники. Но самое забавное, что сейчас происходит, так это то, что я встречаю своего старого доброго друга. И звали его Фарс. Когда-то давно у нас была с ним общая деревня, где мы сражались бок о бок с огромными кланами и помогали новичкам. И оказывается, что все это время я воевал со своими старыми друзьями. Но тогда я знал только одно, что они убивали моего друга, который живет в пещере. И именно поэтому я решил с ними обсудить данную тему. Ты просто пришел, поговорил, свалил. Ладно бы сказал, что рядом здесь построились, но нахуй у нас кошмарит это, блядь. Потому что вы кошмарили моего друга. Мне пришлось рядом строиться. Какого? Soul Smokey, знаешь такого? Понимаешь? На вас вообще натравили. Мой челик натравил, который в пещере живет. Он сказал, короче, что вы его кошмарите, типа не даете играть. Какой в пещере? В пещере у нас... Он у нас в тиме. Он у нас в тиме с пещеры, типа... Он мне неделю назад где-то писал, что вы его обижаете. Мне пришлось зайти. Он пока не отвечает, что он там делает. Я, короче, к нему сам лично пошел. Смотри. Я к нему сам лично пошел. Это Америкос, да? Да. Вот, я к нему сам лично пошел, говорю, у тебя все кошмары, давай я тебе добавлю, будешь хотя бы под деревню бегать. Там вся зима его, короче, калашматила, понимаешь? Мне его жалко стало. Ну вот, он жаловался мне. Говорит, тут челики живут, короче. Показывают вашу территорию и говорят, вот, надо что-то с ними делать. Это ты турели там все поломал, вытащил, да? Да, и турели я ломал там, и что только не делал. Я поцелав говорю, это, говорю, почерк, почерк, говорю, это, говорю, и он, и говорю, это он сломал турели. У нас вообще грандиозные планы есть такие, чтобы там зарейдить Е12. Ну, как бы сейчас это невозможно, потому что там фулл состав, и у них два га... Е12, Д12, там хата такая серьезная. Ну, зато есть и плюсы в сегодняшнем дне. Я могу идти спать, не переживая, что меня кто-то зарейдит. Это прекрасное чувство. Сейвить уже нечего. И тут в моей голове появляется очень много разных воспоминаний о том, как мне с ними было весело. А, это она та хуя, которая сидит на крысе. Все, в один, в один, в один, в один, в один. На этот раз судьба наши взгляды разъединила. Но, зная фарса, я мог быть уверен в его словах, то, что он меня не обманывает по поводу иностранца. И теперь мы снова могли стать друзьями. Ну, нужно было это дело обговорить с иностранцем. Субтитры создавал DimaTorzok Мы имеем больший враг. Больший враг – E12. Почему ты не сказал вчера, потому что я вчера убил его. Убил его в городе. Он уничтожил мою базу. Да, я знаю. Может быть, это может быть тест. Но, смотрите, ничего особенного с ними. Они очень хорошие люди. Они убили меня каждый день, но это просто игра. И, в основном, они очень хорошие. Я не мог бы быть плохим для них. Они меня заставили в команду. Что могу сказать? Они хорошие люди. Да, я не знал. Извините. Хорошо, это нормально. Но, что ты говоришь? У тебя еще один враг? Или что? Да, есть какие-то настоящие враги. Реальные враги. Они уничтожили. Они уничтожили. Идут E12. Хорошо, я думаю, это не проблема для нас. Теперь мы можем уничтожить его вместе. Да. Где EZ? Мы сделаем план. EZ can raid only solo gamers. Это шутка. Да, точно. Может быть, ты придешь. Я думаю, что EZ is good. Посмотрим. Посмотрим, что ты думаешь. И давайте начнем с мастер-план. Ты знаешь, что это время. Смоуки показал мне свою пещерку. Ну вы поняли. И сказать честно, я был в шоке с того, что за две недели игры у него не было практически ничего. Было каких-то пару берданочек, но его тоже можно было понять. Он жил в эпицентре всех событий. Итак, что мы имеем на второй день выживания? У нас есть пару берданок, что уже неплохо, не так ли? У нас есть застроенная пещера и громадные противники, которые не дают нам выживать. Нормальную они себе цель выбрали, эти ребята. Осмотрев пещеру, я даже смог найти немного компонентов и самую малость ресурсов. А, вот они у них. Но только у них, по-моему, кроме серы ничего нет. Походу, надо исправлять эту тяжелую ситуацию. Я вижу свет. Не успел я выбраться из этой пещеры, как вдруг слышу замес калашистов. Тогда я еще не знал, кто пришел к нам в гости. Это что за прикол вообще? Но этого прикола звали Сократ. Он был как раз таки членом итальянской мафии, который играл вместе с Джимми. И именно об этих ребятах рассказывал мне Смоуки. Их там четверо. Я походу понял, про какой клан мне говорю. Ну, к ним, мне кажется, вообще нет никакого смысла сближаться. Четыре топ-сета с калашами. Я без скилок. И с берданкой. И эта мафия не особо любила деревенских жителей. Они постоянно рейдили их кибитки, которые стояли неподалеку от сферы. В надежде раздобыть немного компонентов. Но тогда я еще не знал, на что способны эти ребята. И поэтому пытался ловить их по одному. Ах да, забыл вас познакомить. Это глава их итальянской мафии. Как вы знаете, я не особо люблю жить в зиме, потому что здесь всегда холодно и нету ткани. И добыть ее, мягко говоря, тоже было негде. Поэтому я решил наладить торговые отношения с деревенскими жителями. Ведь у нас по факту был общий противник. Хеллоу, хеллоу, кто-нибудь здесь есть? Вопрос такой. А где найти фарса? Он в онлайне, а? Он в этом доме живет. Металл. Но он сейчас не в онлайне. Короче, он вроде вчера говорил, что они договорились с моим другом-иностранцем. Я вот думаю, что мы могли бы с моим другом-иностранцем вам помочь в этом деле. Ну, я заселился к нему в пещерку сейчас. И вот думаю, что мне дальше делать. Тут есть два пути. Либо я с вами начинаю воевать и просто буду вас доставать, да? Либо я попробую с вами вместе тот клан бахнуть. Ну, как вы уже понимаете, второй вариант им понравился больше, чем первый. Ведь им было достаточно вчерашнего дня, чтобы понять, что со мной лучше дел не иметь. В роли противника, конечно же. Ну, сейчас, подожди. Я напишу фарс. Пока мы так на мирном общаемся, у вас ткань продается, я бы у вас за серу купил. Пофармил бы серки для вас. 500 тканей, 300 серы. О, так огонь, я сейчас приду. Нафармлю и приду. Ну, все, тогда я напишу. Вот таким нехитрым способом я избавился от самой главной нашей проблемы. Нехватки ткани. Ведь серу нафармить в зиме было гораздо проще. Лежать. Попутно же я устранял своих конкурентов и выфармливал таким образом пушки. Так, ну теперь я знаю, откуда они приходят, как минимум. Я, конечно же, вписывался во все движухи. Даже в те, в которых у меня абсолютно не было шанса убежать. И время от времени даже вылавливал по одному итальянцев. Но, конечно же, в этой истории не все шло по плану. Как только я убивал одного из них, сразу бы бегала целая орда. И так как я совершенно оставался один и их количество меня превосходило, мне приходилось постоянно откисать. Да и тем более, из пещеры было крайне сложно выйти, когда они ее контрили. Но ничего страшного, подумал я. Скоро начнется и моя эра. Наконец-то ко мне присоединился мой иностранный напарник. Эй, Смокий! Хотелось по ней? Вот так, что здесь люди очень хороши. Маковичи и shake. Зараз mexоды. Я думаю, что этот база не червей, как так много людей живут в этом месте. О, о, какой большойJean и На самом деле идея действительно была хорошая, потому что этот клан душил не только нас, но и саму деревню. И как вы понимаете, в такой ситуации, конечно же, нужно было объединяться. Что за весело уходить происходит? Макита, это мой друг. Мне кажется, что итальянцы были не совсем простые ребята. Время от времени к ним заходил очень интересный парень, который знал абсолютно все и обо всех. Они уже как-то пытались его рейдить, но что-то у них пошло не так. И пока мы обсуждали с деревней дальнейшие планы, мы услышали в старении моего спальника внезапный рейд. И решили посмотреть, что же там происходит. Один умер. Я пойду полутаю, прикрывайте. У тебя какой-то слишком голый знакомый. Такое бывает. Прям либо репринцев, либо чизил. Прям вот так. Как сказал бы репринцев, королевство не спать. Серёге большой привет. Третья пляжу. Какая-то. Мне здесь нет. Я пытаюсь. Это я пытаюсь. Один умер. Да, я вижу где находится рейд. Найдеревый. У меня не прощается. Это неправо, неправо, неправо. Это рейдили наши любимые итальянцы, и сейчас мы им устроили точно такую же прожарку, которую они устраивали нам. Теперь в нашем доме наконец-то появилось хорошее оружие, и мы могли давать достойный отпор. Почему мы так не любили Джимми? Это все просто. Этот парень постоянно после того как нас убивал выписывал гадости в чат. Джимми, 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 а-ча-ача. Да, в день, как сейчас. Я просто стону и блядь, да? Да. Мы любим больших фармеров. Этот парень, каждый раз тебя убил? Эээ, какой? Ты играешь с твоим друзьем? В этой хорошее каве? О, с Изи? Да. Эээ, он играл два дня и потом уехал. Да. Да. Эээ. 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 А еще у Джимми появилось новое прозвище. Фотелло Джимми, потому что он любил посидеть на крыше. Эээ, Джимми, Джимми, а чат. Эээ, Джимми, биг-бой. Но пока Смоуки добывал немного камня, чтобы улучшить кибитку, я отправился в гости к итальянцам. Ведь было понятно, что они захотят перенести веслу с этой кибитки, а я смог бы что-нибудь выбить. One dead. Oh yeah. He got stuff. Oh yeah! He got stuff! Т-т-т-т-т-т-т. I come and go away. I got too much. I need to save this stuff. Ези лут, ези лут, ези лут, спасибо! Я собираю эту вещь в моей базе. Я учитываю русский сленг. Кибитка – это 2x1 база. База для фарма. Старт-база, да. Старт-база, Кибитка. Нужно Кибитка, чтобы собрать фарма. Я собираю эту вещь в Кибитке, и я вернусь и убью его снова. В это же время деревенские жители потерпели небольшое поражение в схватке с Джимми, но я знал, какой дорогой они пойдут домой, и пошел к ним на перехват. Ч-ч-ч, он пушит меня. Пушит, пушит. Три люди. Окей, нет. Один dead. Вперед на право. Два dead. Один. Один. Один дадут. Криво от Белича. Думаю, я его убью. Я думаю, что я убью. Ай-ай-ай. О, мой гад, он лутит. Конечно, я не ожидал, что они будут постоянно спавниться с пушками в руках, но сдаваться на этом моменте я не собирался. Я возвращаюсь туда снова. Ты м 있죠? Да. А где я? Джимми, разбил его. Убил Глани. Она мертва, я убил. Я убил, я убил, они уboo. Я лутаю ракеты, слышь? Лутаю сумку и ухожу У нас дох, один тип Мне нужна помощь Я пытаюсь уйти Я получил... ...бэкпак И он пытается меня Если Макита уйти Это мой мое ошибка Но я ищу свое Возвращу их Я подожду и покажу тебя Вы просто делаете что Я скинул, скинул, скинул Вай, вай, вай Минус ШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Идай, иди, 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 иди! ЛАСЕМИИИИИИИИИИИИИИИ И ДУКМЕРА Я уже понимаю замес! Окей, ты, ты давай однайсто! Это как Ужасти какой-то! И Джимми сидит здесь, тратататаха, видает, и Джимми говорит, «ДАДАНИЯ СМЕХ ЭТОВЫ КАДАНИЯ СЕЙ!» И? Ха-ха-ха, с ХВ Джимми, не убивай мою... Я так счастлив. Таким образом, у нас наконец-то появились хорошие пушки. И потихоньку мы спускали с небес команду Джимми. Я... Я пишу в чат. Тэнкс, Джимми! Изи лут! Изи рокетс! Соло киллер! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- У Джимми уже очень сильно пригорало. И вот сейчас я вам покажу наглядный пример, что бывает с теми, кто очень много позволяет себе выписывать в чат. Оказывается, что Джимми не любили не только мы. И в один прекрасный момент Джимми настигает карма. И то, что произойдет дальше, просто не описать словами. Вам нужно это видеть. Слышь, их сейчас рейдить будут. Может, не будем мешать им? Может, не будем мешать им? Я вижу, вижу, вижу! 20 людей здесь! И сейчас я вас познакомлю с теми, кто пришел в гости к Джимми. Их называли «Пожиратели кланов». Как бы Джимми нам не нравился, мы все-таки решили впрягаться в этот рейд, потому что было очевидно, что после них они скорее всего придут в гости и к нам. Я все ближе. Борб Accmann. На! Все, что ты думаешь про это? Я думаю, что все эти люди настигили в вашей Энними! Ласт энними! О, мой гад, это выглядит как большая война! Мы получили Найт Вижн? Есть Кеманоша в Д10. Понимая то, что очень скоро наступит ночь, в моей голове появляется идея прорвать их китайскую стену с другой стороны и внутри уже отстреливать рейдеров. Ты готов, мой друг? Поехали. 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 О, да. Поехали, еще один. Я вверх? Да. Вверх. Вверх. Один вверх. 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 Да. Я вверх. Нет? Нет Один умер Нет, нет, нет Хорошая идея Я уничтожил турец Найф Слабо? Ох... Слабо! 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 Учтожил турец Учтожил Один Слабо! 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 понимали, сюда приходить с пушками не было никакого смысла. Они валялись буквально на каждом шагу. Ура! Ура! One dead. Two dead. Нет, да это нереально, просто нереально. Как вы понимаете, спустя 30 минут от этого дома не осталось абсолютно ничего, они снесли его по фундаментам. Я просто посмотрю эти ящики, что тут можно забыть? Look at this. Nooo! За что? I have a plan. I kill him. Nice. No, I'm dead. I push him. Беги, беги туда беги. Беги! Беги, брат! Братухо, отв pantalla уронил. имени правой стороны пищи поднимите да отмойку я спотни минус поднимет на царападу поднимает критерию м м м попробовать давайте давай встречай брат давай брата дальше прощай бежим 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 пошли 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 опа нет Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Килл ту! Два экубиум! Пиша убил! Время от времени нам даже удавалось уносить оттуда ноги Но мы возвращались туда со смоками и томиками В надежде вытащить как можно больше лута Не беги туда, брат, там смерть Не надо Не беги У меня последний план есть У тебя нет выхода Здорово Я знаю сколько их там крошил, внутри сидел Паузи к нам, брат, я тебе помогу Паузи, брат, ползи сюда Паузи, мы поможем Помогите, нет Забираемся и пробуем ночью Погнали, погнали Папа, 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 я с тобой Ай, меня гранатами взорвали В какой-то момент, пока эти ребята отвлекались полностью на бомжей, которые туда бегали, я решил зайти со спины и попытаться угнать их корову Войди Гранатами в тренировках Вот Что? Что? Спасибо. LOOK, LOOK, LOOK. LOOK. О, наоборот. ПОТРИО, СТЕМНИ. ВСЕЛА ПОЕДУАТ. О, БОДРОЕТ. МОТРИО, БУДРОЕТ. БОДРОЕТ. О, БОДРОЕТ. Во, БОДРОЕТ. О, БОДРОЕТ. О, БОДРОЕТ. Эх, а я ведь был так близок к этим пулеметам, но ничего страшного, с этого замеса мы вынесли куда больше. Но что самое приятное, они помогли избавиться нам от Джимми. Да и честно говоря, благодаря ним я получил огромное количество фана, ведь таких рейдов под ноль я не видывал со времен папа-клана. Теперь вы наверное понимаете, почему они пожиратели кланов, не так ли? Мы конечно пытались многое еще провернуть на этом замесе. Я повесил сишку на их корову, где они перевозили все ресурсы, пожертвовав собой, чтобы они не услышали звуки. Пожалуйста, Си-4, если вы хотите скрепить хелли, то моя пленка очень хорошая. Пожалуйста, раст. Окей, ты готов? Ребята? Три, ту, вон! Пусти. Не, 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 не! Да уж, сишку они к сожалению нашли, и тогда мы решили взорвать их баржу. Не понял. Но в их барже тоже не было абсолютно ничего. Но самое главное, что с этого замеса мы вынесли кое-что очень важное – фотографии, которые напоминали нам о Джимми. А еще, мы с иностранцем очень любили Джимми, я уже вам говорил об этом. В фильме… Пошел нау, Джимми. О, мой бог, это… Если он приходит, мы ему дадим инструмент, акс, пикакс. GG, Джимми. Пошел нафиг, Джимми. Пошел нау, Джимми. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И знайте, иностранец был поистине счастлив от того, что мы избавились от всех его противников. Ну, по крайней мере, в этот день нам так казалось. И со спокойной душой мы могли отправляться спать, зная, что Джимми к нам не пройдет. Ну что, вы действительно подумали, что эта история закончится на этом моменте? Ох, как вы сильно ошибались. После того, как пожиратели кланов избавились от Джимми, мы стали их единственной целью – мы и наша деревня. И было очевидно, что перед тем, как они захотят покинуть этот сервер, они придут к нам. И нам нужно было подготовиться, ведь их, по ощущению, было больше 40 человек – клан Шо и клан Изи. И судя по тому, что они снесли эту огромную крепость по фундаментам, церемониться они не будут. Если что, Смоки из Англии, и как вы понимаете, англичане любят чай – вкусный, сочный, рудный чай. Кто это магна? Аааааау! Это паскаданский отчасти implant, и что? Я буду использовать... Хаа, плохая история. Пошёл в камеру. Он живёт жизнь, а не живёт в Раст. Слушай, мой друг, тебе не нужны деньги. Ты нужна фарма сульфур в игру Раст. Короче, нам надо крепко подготовиться сегодня к рейду Мне кажется, если нас чекали То, скорее всего, очень скоро к нам придут рейдить Если они вчера пронесли такую клонину То, скорее всего, пещеру они тоже пронесут На сегодняшний день у нас были грандиозные планы Как минимум, нам нужно было подготовиться к нашествию этой армии Вау! Сколько же здесь камня! We farming close to base А так как пещера у нас все-таки была высокотехнологичная Мы могли скидывать все свои неплавленные ресурсы в один ящик и получать плавленные Честно говоря, электропечки реально имба А еще к нам все чаще начали прибегать рандомные челики, пытаясь нас подсидеть Ура! Funny guy! One dead Do you have a gun? We can kill them He's dead He's dead Nice Он, конечно, частенько с двушкой пытался нас убить, но я все-таки его поднял. А потом на рыбацкой деревне мы увидели ту самую баржу, которую вчера мы как раз-таки угнали у клана Изи. Но что самое интересное, она была застроена каким-то соло-игроком, и нам стало интересно, что же такого он там успел налутать. Так что если вы думаете, что в рыбацкой деревне сейвится на барже эта безопасная, я вам скажу, что это не так. Ее можно спокойненько зарейдить. Эй, иди сюда. Да ладно, мы не будем у тебя ничего брать, мы положим обратно. Иди сюда, мы тебе тут подарок даже оставим. Я тебя вон в ящик положил, смотри. Берданку и разрывные. Нам чисто было интересно, мы даже брать ничего не собирались. Мы видели то, что ты только стартуешь. Мы просто вчера эту баржу у клана угнали, было интересно, что тут находится. Конечно, грабить его не было никакого смысла. Он только стартовал, но нам все-таки стоило убедиться, кто там находится внутри. Лодку, кстати, тоже можешь забрать. Если нужна будет, вон катайся. Она нам не нужна. И уже спустя несколько часов фармы, иностранец просто вырубался на ходу. Но нам нужно было закончить наше строительство. Ведь мы понимали, с какой ордой мы имеем дело. А потом иностранец меня покинул. И пока я продолжал заниматься укреплением нашей территории, я осмотрел профили игроков из клана Шо. И вы сейчас просто не поверите, что я там нашел. Ты понимаешь, насколько это бред? Я просто зашел посмотреть видос у челика и вижу, как в чате глава пишет пароль. Я, конечно, не мог быть уверен, что этот пароль с этого вайпа и вообще, что они его не сменили. Но мне стало интересно. Я знал, где находилась их рейт кибитка и решил проверить, подойдут ли пароли там. Я в видосе увидел то, что они вводят пароль 5454. Но мне кажется, такой пароль только у них от кибитки. Узнав их пароль, мне стало сразу интересно, подойдет ли он еще от чего-нибудь, кроме рейт кибитки. И через всю карту я отправляюсь прямиком к их гигантскому карьеру, которую они постоянно копали. Ну, как я и думал, пароль подходит только к воротам. Но уже сейчас у нас хотя бы появилась небольшая надежда на то, что мы не проиграем рейт. А база у этих ребят была просто огромных размеров. Неудивительно, ведь они 24 на 7 копали карьер. Мы понимали, что в этом сражении победить будет очень сложно, поэтому решили построить небольшие кибитки, которые будут находиться на входе в пещеру. И для вас, возможно, это будет несколько секунд, а я на это потратил огромное количество времени. Хорошо, что с металлом у нас проблем не было, он бесконечно плавился. А еще, чтобы провернуть мои грандиозные планы, мне пришлось нанять электрика, который, пока я занимался строительством, проводил турельки. Понимая то, что ребят будет очень много, я придумал одну интересную темку. А что, если заминировать мою пещеру? И пока они будут бежать ко мне, я их дистанционно подорву. Кстати, если прям в камушки кинуть... Да, блин, я буду очень долго это делать. Ну и естественно, по всей пещере мы решили расставить дроны. И если вы не знали, то что в пещеру их можно ставить, то пользуйтесь на здоровье. Вот можно даже как-то тут оставить, короче, дрон, чтобы он смотрел наверх. Нормуль, нормуль. О! 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 О-о-о! Вот я заходил. О, смотри, блин. О-о-о! А это работает на эфир. Ну. Ну-ка, скажи привет. Салам алейкум. Я понял, мы сейчас будем проводить дроны по всей пещере. Чтоб мы знали, где враги находятся. Тащи дроны просто закидывай, везде дрон 1, дрон 2, дрон 3. Ну а так как с камерами у нас проблем не было, мы решили расставить дроны по всей пещере. Вначале я, конечно, показывал мастер-класс по пилотированию, а потом я понял то, что их можно просто ставить на землю. Надеюсь, они придут. Потому что если нет, то мы потеряли 2 дня заря просто. Красота. Так, ну-ка, всё, занимаюсь, короче, минированием. Если с дронами мы нашли быстрый метод размещения, то вот с сишками был другой вопрос. Короче, так как у меня сейчас много попыток, буду кидать, пока идеально не упадёт. Прикинь, 7 сишек в одно место кинуть. Не, вообще всё очень печально, она как упала. Ну мне кажется, она идеально сюда упала. Только если её как-то перевернуть пробовать, но я пока буду пытаться другими закидывать. Я, конечно, никогда этим не занимался, но в целом сишки лучше было потратить здесь, чем они бы просто их забрали бесплатно. Мы заминировали все ящики, а также камни, которые были на входе. Короче говоря, мы были полностью готовы к тому, что к нам придут внезапные гости. Оставалось только их дождаться. Последняя камера, я буду смотреть, как будет ракета лететь в мою дверь. На самом деле, подготовка к этому рейду была очень весёлым временем. И тогда мы ещё даже и не знали, что это будет наша последняя спокойная ночь. Ведь пожиратели кланов уже были готовы. Долгое время никто к нам не приходил. И поэтому я решил заспауниться неподалёку от их базы и посмотреть, чем они занимаются. Два скраб-хелли, два скраб-хелли. Два скраб-хелли приходят, ребята. Два скраб-хелли приходят. Это последний день. Два дня на сервере, мой друг. Очень последний день. Я чувствую, что это наш конец летит. Они летят в нашу сторону. Окей, бойцы. Мы должны быть готовы. О, мой бог. Увидев их на горизонте, я понимаю то, что летят они 100% к нам. И нам нужно было готовиться. Бро, 20 человек в этой скраб-хелли номер один. Нет, 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 нет. 20 человек здесь. И 20 человек в один еще скраб-хелли. Нет. Нет. Да их просто миллион там, я не знаю. Бойцы. Что? Хана вышки, хана вышки, хана вышки. Они меня снесли просто. Изи, 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 аншоу. Изи, аншоу. Возможно, что вам показалось, что этих ребят очень мало. Но вам только показалось. Рокет coming. О, мой бог. Что это? Благодаря камерам и второму монитору я мог следить за каждым их действием. А вы можете наблюдать, как со стороны я пытаюсь запушить огромное количество игроков один. Кил ту. Я откинул его. Буквально за несколько минут они отстраивают громадную кибитку и ставят турели. И после этого начинается лютый хаос. О, это... Это такая шик-краска. Комон, беги! О, мой бог. Комон! Один dead! Один dead! Что это делает? Комон! 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 Один на меня! Я получил смолк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы получили 6-6 кг 6-6 кг Я не улетел Мы получили небольшие проблемы Большие? Да Такие небольшие проблемы Я улетел один или два Улетел один Улетел один Улетел один Вау, они смотрят на каждую дверь Ух, это так близко У меня меня просто Мою вышечку Мою вышечку сносят Не только твои Найс, 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 минус, минус Хиздет, хиздет, хиздет Давай Спустя мгновение они начинают штурмовать первую башню В которой как раз таки нахожусь я Какую вышку мою пушат? Какую вышку мою пушат? Я в сторону Я в сторону Честно говоря, я не знаю что здесь происходило Но они не жалели ракет и заплевывали нас с ног до головы Я здесь 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 Турели Пытаюсь взорвать их Ай Ай, блин, больно Ай, я умер Ай, блин, больно И тут я спавнюсь на еще одной вышке И понимаю то, что сейчас я всех развалю Открываю дверь И вижу это Ой, тут небольшая дырочка Ай, ай, ай Рейдят, рейдят, рейдят дальше Еще один умер О, они умерли Ты можешь убивать Ты можешь убивать 100 людей Но Да Это не изменилось Вирус Турель Их Умерли Умерли НЕТ, умерли НЕ, ни два Умерли Уновь Он положил больше ракеты Ребята, у нас маленькие проблемы Я думаю Да, да Субтитры сделал DimaTorzok Мы пытались не пропустить их в пещеру, но наша линия обороны была полностью уничтожена. Они прорейдили каждую вышку, и теперь у нас оставался только последний шанс. О, слышу, дохнут. Заходят. Около четвертого дрона. Сломали четвертый дрон. Я думаю, нам нужно взрывать стишки. Дима, они подходят уже. Они пятый дрон прошли. Все, они уже... В стишку готовься, которая на прыжочке взрывать по моей команде. Пятый? Или четвертый? Меня закидывают. Готов? Взрываю! Минус много! Пятую взрываю! Давай! Найс! Минус, минус, минус! Они сюда, они сюда, они сюда бахают, они сюда бахают. Скоростными, с зажигательными. Бери зажигательные, бери зажигательные ракеты! Мы сейчас отрезать их будем от прыжка! Теперь, как вы понимаете, если мы проигрываем этот коридор, мы проигрываем битву. И нам нужно было каким-то образом пытаться их сдерживать. Я прыгаю, стреляю с ракет, просто пытаясь отрезать их. Давай. Зажигалки, и мы начинаем их рубить здесь, резать. Давай, давай. Граната, граната, я умер. Я умер. Взорвал. Гранату. Гранату на близкину. Зажиги, Денис, тащи. Если есть. Нам зажиги нужны срочно. Ищи зажиги. Я взорвал. Взорвал. Это чё? Взорвал много, взорвал много, иду лутать их. Меня взорвали. Там, там труп лежит перед огнем, надо лутать его как-то. А они у нас зажиги пуляют. Отходите, отходите, отходите. Вот, у Сайна, у Сайна до зажиги, у Сайна до зажиги. Брат, у нас проблемы нафиг. Давай. Всё, вход пойдёт. Бомба замедленного действия. Я дал туда, зажигуем. Лутаем, лутаем их, лутаем. Ракеты боевые, скоростные, зажигательные все. Уходи, 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 уходи. Подлутал, отошёл. Дробовик топовый и нова. У меня, у меня в НЛ, могу запушить. Кучу, кучу, кучу резов, просто кучу, посмотри. Денис, иди подлутывай, подлутывай, быстрее. Я забираю калаши. Граната, 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 граната. Ещё граната. Сбрасывай сумку, сейчас будет. Тут ещё, тут ещё, там ещё чё лежит, залутанный. Кидаю молик. Кинул молик. Хорош. Отойди. Лутая нет, подожди, лутая нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Я взорвался. Я жив. Взорвал кого-то там. Там продлил огонь. Ещё гранаты. Продлил огонь, продлил. Ты смотри, что они подарили мне. Стой, 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 ты чё? Гранаты кидаю. Давай. Об этом игру играть можно вдвоём. Троих взорвал. Четверых взорвал. Всё, иди, иди, иди. Мы нужны, мы нужны. Мы нужны, мы нужны. Мы нужны гранаты. Убил один. Убил два. Отход, 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 отход. Нет, я умер. Этих ребят становилось в пещере всё больше и больше. А у нас абсолютно закончили зажигательные ракеты. И что нам теперь делать, мы не знали. Зато мы знали то, что деревенские жители прибежали к нам на помощь. И пока они сражались с ними на улице, мы взяли военный огнемёт и начали выжигать пещеру. У нас топливо закончится скоро. О, умирают, умирают, умирают. Дайте ракету, дайте ракету срочно, они ползут по огню. Стой. Огонь пришёл, огонь пришёл. О, умирают, умирают. Горят. Взорвал. Горят, горят, вообще жесть горят. Я не знаю, взорвал или нет, я сдох. Мы все сдохли там. Серьёзно? Да. Блин, это плохо. Мы все погибли. Это очень плохо. Они тут уже? Кучу народа взорвало. Меня взорвали, меня взорвали. Есть идея, надо, 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 надо взрывать их, надо взрывать их сишками. У нас была последняя надежда на эти сишки. Они нашли сишки. Да, они всё нашли. Я продолжал кликать в надежде, что они всё-таки взорвутся. Но чудо не произошло. И теперь мы были загнаны по обе стороны пещеры. Кто-то был в одной, кто-то был в другой. Но все мы были в очень тяжёлой ситуации. Мы теперь не можем ничего, никак выйти отсюда. И после того, как они перегруппировались, начался ад. Ты стреляешь или кто стреляет? Нет, они. Они всё вскрытия начнут. Тысяча кп, тысяча кп. Не стой близко, Дим, я сразу ракету дам. Не, я знаю, я знаю, 900 кп. У меня есть идея похожая очень. Расскажи. Я их отрежу огнём тогда. Такой. И потом смоки сразу закидываю. Давай, и я выскакиваю тоже. Вскрыли? Да. Не могу выйти. Отрезал. А хилки есть? Хилок нет. Могу ещё... Ну, М куда-то, не знаю. Где они? У нас. Они приходят, да? Пошёл по комнате, дыма. Меня взорвали. Кажется, Дим, у нас проблемы немного слева. Да? Ну, сквозная дырка, и в ней летят ракеты. Что бы это значило? Мы потеряли. Мы потеряли. Мы потеряли. Я не думаю, что это значит. Ха, хорошие борьбы, да? Один минус. Вижу. С ракетой. Меня взорвали. Он убил своего друга, походу. И там ещё много. Тут трое осталось. Их ракеты... Их в турели убивают. Блин, он убил меня. Я ракету у него нашёл. Сейчас я могу сказать точно. Наша первая пещера была полностью потеряна. Но ничего страшного, подумал я. У нас есть ещё одна. Нас рейдят. Нас рейдят дальше. Блин, ну это... Это рокет рейды, и это вообще нереально, да? Это... А что если попробовать? Не, нереально. Я уже прикинул, что это нереально. Так, всё, минус стенка у нас. Они дальше рубят. Центр. У нас некие проблемы. Случились. Я бы сказал бы, небольшие трудности. Хм. А вы не хотите заспавниться в пещере? Честно говоря, теперь я прекрасно понимаю, почему они называются пожирателями кланов. Ведь было чувство, что у них ракеты просто бесконечные. Они стреляли каждую секунду. И с этим что-то сделать было просто нереально. Но даже в этой ситуации мы не собирались опускать руки и продолжали сражаться. Я не представляю, как они это делают. Понимаете, в какой мы были сложной ситуации? Выйти на улицу это равно была смерть от ракеты. Да и было чувство, что у этих ребят ракеты просто бесконечные. Ой, ну дырявят они очень неплохо. Ой, есть красные, есть красные у меня. Игра набирает новые обороты. В глубине души я понимал то, что шансов у нас нет. Даже если я убью 50 человек. Но сражаться мы планировали до последнего фундамента этой пещеры. Взорвал много. Еще взорвал. Еще взорвал. К пещере толпа побежала, слышу. По улице. Все затопали. Взорвал. Что мы можем сделать? Починиться? Не нравится. Тут 700 хп у потолков. Чиним, 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 чиним. У нас есть МБК? Ноль МБК. Вон там надо ремонт. Подожди. Стой. Левую стенку. Левую? Да. Готов? Готов. Сейчас. Взорвал 5 человек, наверное. Нет, 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 нет. Все живы, все живы, все живы. Не, не, не. Тут много еще. Вон, видишь, где базуки фигачить. Ой-ой-ой. Блин, ну ракеты у них как будто они бесконечные примерно. У нас минус турели, все. А, у нас тут дырка, 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 дырка небольшая. Нам страшно, мы не можем спаститься. А-а-а-а-а-а. 50 человек сидели в афгакахахахаха Я видел это Они просто под ноль снесли на афгакахахахахахаха хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха Смоуки Йо Вигета проблема Вилос 2 кейвс Хахахахахаха Возможно нам должно было быть грустно Но это был легендарный замес Да и тем более у меня был план как потрепать нервишки рейдерам Вы же еще не забыли то, что я знаю пароль от их кибитки, не так ли? Я ввел пароль Я поменял пароль Хороший брат, верхние двери быстрее меня Это пания Яова полага Я за двери Готова Вы оболожали имя п éléments Я оболожаю тур Transảo Да Я отzar оболожаю турpe Я существую НО like Алё, 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 алё! Пароль 232323, от кипитки 2323, от кипитки 2423 Их там много внутри 2323 пароль Открыв! Там две двери! Две двери, две двери! Взорвался Я сгорел, я сгорел, сгорел! сгорел я закрыл их внутри убил убил типа убил типа турель забайтить можете боих убил внутри я внутри я внутри у них я внутри у них сейчас помогли не могу не убить они не могут меня убить убил убил но за такой вырыв вы просто обязаны поставить лайк пока его его внутри этой башни ребята пытались уносить лут и одному только богу роста известно сколько они отсюда унесли ах да самое забавное что от пещеры пароль тоже подошел а еще они так быстро бежали из пещеры на помощь своим друзьям что оставляли сумочки у нас на ловушке причем не простые сумочки а забитые и хоть мы проиграли эту битву но мы явно не проиграли войну а потом этот клан я пригласил в пещерку не было интересно с ними поговорить дорога дайте оценить ремонт надевай ремонт успешно произведет мне кажется это было очень неплохо офигеть вы разнесли сколько у вас ракет было мне просто страшно представить вообще еще и нас еще нас еще там есть чуть-чуть осталось чуть-чуть это сколько еще около 500 кстати стоя вы нашли тут смотри смотри вы нашли тут а я забрал там а я забрал серу да 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 тут просто секретная лазейка но мы не стали застраивать ничего хочешь прикол хочешь прикол короче ты начал сишки развлаживать а наш кент спальники раскидывал говорит что через сишки под камню прячет прикинь понял не ну вы разнесли конечно вообще неплохо я орал с того как огнемет этот просто боевой огнемет как мы стопили вас это такая смешная фигня была не было неплохо нам понравилось блин ну вы конечно жестко устроили позиции интересный рейд вам спасибо но мы вообще по жизни такие волки на самом деле действительно было приятно воевать против этих ребят мало того что они не таксичили после того как нас пронесли так мы еще и хорошенько потрепали друг другу нервы и сказать честно таким кланом хочется выразить только респект после этого рейда клан шо и клан изи начали ливать сервера и они решили раздать весь свой лут рандомным бомжиком а мне на самом деле было интересно как устроенных домик и я попросил их провести мне экскурсию блин ну выглядит как типично какой-то дом знаешь вот этот вот душный клановый примерно 100 миллиардов от стрелочных у тебя друг кажется умер давай давай опа опа до рома дышат и я бы не сказал бы что у вас дом прям огромный ай но выглядит кстати прикольно блин у вас дом ой 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 я понял длина это она теперь в принципе все становится на свои места почему фпс нет о камень я нашел место фармеров а нифига а нифига не но если бы у нас было столько зажигательных ракет вы бы вряд ли нас зарейдили будем честны можно не ну блять у нас было 9 зажигательных ракет на весь ваш рейд а но это типичный вот этот open core до клановы красиво но я пас не рейдил конечно максимум бы закод рейдил на самом деле я думал что у них еще будет много взрывчатки но все что я увидел это несколько ракет скорее всего все ракеты были впитаны нашей пещерой и возможно из-за того что они потратили все ракеты они решили выйти с этого сервера не рейдя деревню получается что мы спасли деревню пожертвовав собой ну а после наконец-то присоединился смолки и увидел свою пещеру точнее что от нее осталось let's go smokey and this your base number two remodel wow it's like a beautiful comrade us comrade us now we are like jimmy oh you've got guns look at this look at this oh nice look at this choose ну вы конечно не подумайте о том что я оставил смолки после того как нас зарейдили я помог ему восстановить эту пещерку gg very gg and it's good experience for them of raiding cave isn't it what can happen you know when you try raid cave maybe it's not so simple need some many people yeah it's true need too much for a disque на самом деле вряд ли ему что-то угрожало ведь все большие кланы которые находились неподалеку от него просто покинули этот сервер после того как я зашел но я не мог оставить его в этом хаосе тем более он старался и строил всю эту пещеру целый свой вайп ну а деревня дожила до самого конца вайпа и быть может если бы мы не впитали ракеты то скорее всего их бы уже не было но как же приятно осознавать как же сильно закрутился этот сюжет и все что мне оставалось сделать это наслаждаться этим прекрасным видом честно говоря домонтировав этот ролик до конца я понимаю какие же мурашки он у меня вызывает ведь это не обычная дефолтная история о том как мы достаем клан эта история о нечто большем о большой дружбе взаимной помощи о добре и зле давно я не испытывал подобных эмоций но я рад что я смог все это заснять чтобы вы прожили эти моменты со мной и я искренне надеюсь что вам этот ролик понравился не забывайте ставить лайк подписываться на канал всем пока а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok